Врачи детской областной больницы бьют тревогу. Им в очередной раз приходится спасать ребенка, который из-за невнимательности родителей выпал из окна. Очередной такой инцидент произошел вечером 26 июля в Твери на Ипподробной улице. Это уже далеко не первый подобный случай в текущем году. Детей, выпавших из окна, со всего Верхней Волжи приводят сюда, в областную клиническую больницу. Как накануне доставили и пятилетнего мальчика с Ипподробной улицы Твери, который вывалился с третьего этажа. Его жизнь вне опасности. Однако это уже восьмое подобное происшествие в нынешнем году. При том, что в последние несколько лет такое фиксировалось в среднем 5-7 раз за весь сезон. Восьмой ребенок. У нас сейчас еще июль не закончился. Уже 8 детей госпитализированы с падением из окна по Тверскому региону. У нас впереди еще август, у нас еще впереди теплая осень. Из года в год почти всегда сценарий подобных инцидентов один. Стоя возле открытого окна, ребенок опирается на противомоскитную сетку. Та не рассчитана даже на самое небольшое давление и поэтому валивается вниз, а вместе с ней и малыш. И ведь, чтобы предотвратить такие случаи, надо всего лишь следить за детьми, а также ставить блокираторы на ручки пластиковых стеклопакетов. Однако в Тверской области родители просто игнорируют столь простые меры безопасности. В отличие от той же Москвы. Сетует Анна Зайцева, которая обсуждала эту проблему с производителями окон. Почти 100% пластиковых окон, которые идут под заказ в Москву, они заказываются с ограничителями. Я имею в виду физических лиц. У нас по Тверскому региону это единичные люди. Вот меня, например, это очень удивило. Мальчик с оподромной улицы будет жить, как и остальные семь детей, выпавших из окон в Тверской области в текущем году. Однако в последние несколько лет не всем так везло. Иногда дело заканчивалось и гибелью ребенка. О чем стоит помнить всем родителям, думающим, что москитная сетка – это надежное ограждение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...